Музыка Дорогие друзья, здравствуйте! Уважаемые ветераны локальных конфликтов, молодые, патриотически настроенные наши ребята, ну и безусловно, ваши аплодисменты в адрес наших славных ветеранов Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, сегодня, накануне Дня ВДВ, Дня войск, славящихся своей неустрашимостью, мы готовы приветствовать вас на замечательном событии, на открытии штаба Красноярской региональной организации «Союз ветеранов Афганистана» в Свердловском районе. Есть те, кто рад этому событию? Есть! Отлично! Ну что ж, прежде чем мы перейдем с вами к сути события, я с удовольствием и почтением представлю одного из тех, кого мы любим, ценим и уважаем. Друг солдаты, и наша жизнь кровь пот и соль, да мы с тобою, друг солдаты, и наша жизнь кровь пот и соль. Друг солдаты, и наша жизнь кровь пот и соль, да мы соль, да мы соль, да мы соль, да мы соль. Нам не хватало в этой жизни добровать и не говорить, Лишь благодарность и отчизны, удач в карьере и в любви, но несмотря на эти муки, Мы с лавой собой идем, да бог не померить за скуки, за это мы бокал нальем, да бог не померить за скуки, за это мы бокал нальем. Я хочу вам сказать, уважаемые друзья, что здесь открывается первый музей воинов-афганцев, и не только афганцев, мы не дистанцируемся ни от кого. Безусловно, и все ветераны Чечни и других локальных конфликтов, это все наши побратимы. Более того, хотелось бы сказать, что, конечно, ветераны Великой Отечественной войны это самые почитаемые, и это те люди, для которых нам отдавать, которым еще долго отдавать, и не знаю, сможем ли мы с этим долгом справиться. Я хочу с удовольствием представить слово заместителю, руководителем нашей организации, Нестеру Сергею Алексеевичу. Здравствуйте, дорогие товарищи. Во-первых, я хочу поздравить вас с наступающим праздником и открытием нашего музейной экспозиции. Поэтому хочу всех поблагодарить, хотя, несмотря на погоду сегодняшнего дня, хотя нам погода не помеха, всех поблагодарить, кто принимал участие по ремонту, по открытию, и то, что сегодня мы здесь собрались. Поэтому хочу всех поблагодарить и поздравить с завтрашним праздником воздушно-десантных войск. Спасибо! Итак, я, дорогие друзья, действительно хочу сказать, для тех, кто не знает, на самом деле все наши ребята знают, что без участия, без деятельного участия главы Свердловского района в Красноярске не состоялось бы у нас здесь ничего. И я с удовольствием хочу предоставить слово, надеюсь, под ваши аплодисменты, представителю яркой доблести вооруженных сил, а теперь доблести нашего Свердловского района, главе Свердловского района Игорю Петровичу Тетенкову. Добрый день, уважаемые красноярцы, жители Свердловского района, жители микрорайона Пашины. Действительно, мы очень долго решали вопрос по открытию отделения на территории Свердловского района. Почему? Потому что на территории Свердловского района проживает 640 участников боевых действий. На сегодняшний день мы знаем, что пяти семьям пришлось не дождаться своих сыновей с Афганистана. Трем семьям в выполнении задач в Сверхокавказском регионе. Сегодня здесь присутствует мама Тебекина, Маргарита Константиновна. Мама как раз героя России, сына, который стал героем России, выполняя задачи в Сверхокавказском регионе. У нас здесь находится мама Шишкина, Лидия Андреевна, также мать героя, павшего в Афганистане. У нас здесь находится Раиса Михайловна Кириллова, также не дождалась сына. Попрошу подойти ко мне. Дорогие друзья, давайте действительно поаплодируем. Я понимаю, что, конечно, здесь минутой молчания надо почтить память павших. Я хочу вам сказать, давайте буквально перед минутой молчания, я хочу представить Маргариту Константиновну, сын которой погиб в Чечне. Он герой России, дорогие друзья. Кроме того, Раиса Михайловна Кириллова потеряла сына в Афганистане. Константин Владиславович, ее сын, он награжден орденом Красной Звезды посмертно. И Лидия Андреевна Шишкина, ее сын, как бы это ни было прискорбно, стал последним погибшим в Афганистане 9 февраля вертолетчиком Олег Юрьевич. Давайте почтим их память минутой молчания. У нас матерей, отцов. Мы знаем о том, что некоторые рассуждают о том, что вот, как говорится, кто-то выполняет задачи, кто-то не выполняет задачи. Но я скажу, в отношении тех людей, которые выполняют задачи и сегодня находятся в Северо-Кавказском регионе, это благодаря этим ребятам, их стойкости, мужеству, большое количество оружия, наркотиков не проходит на территории мирных районов, я так скажу. К ежегодно в Волгоградскую область у нас выезжают поисковые отряды с этой школы, с 92-й школы, с других школ. Это как раз говорит о том, что у нас традиции живут, делают. Делают то, что необходимо, не доделали наши отцы, деды, наши боевые друзья. В преддверии 83-й годовщины образования десантных войск, позвольте пожелать, в первую очередь, бывших не бывает, десантникам здоровья, благополучия, удачи, их родителям, терпения, подрастающим поколениям, что провнялись на них. Спасибо. Дорогие товарищи, за заслуги перед районом, перед районами интернационалистами Игорю Петровичу вручается за помощь и содействие ветеранскому движению медаль. Спасибо огромное. Ну что ж, я приглашаю вас в стан наших зрителей и с удовольствием и почтением представляю слово для поздравления. Сергею Михайловичу Хритонкову, председателю Красноярского регионального союза десантников России. Ветераны Афганистана, большая часть и лучшая часть, наверное, скажем так, это представители воздушных десантников. На базе вот этого замечательного сооружения открывается Свердловский районный филиал Союза десантников России. И руководителям однозначно, все проголосовали, назначен Нестеров Сергей Алексеевич. Подойди, Сергей. Я не буду зачитывать его доверенности, потому что все он сейчас положит под стекло и все это освоит. В преддверии праздника командующий воздушными сооружениями войсками генерал-полковник, герой Советского Союза России, простите, генерал Шаманов, вот он вручал портрет. И вот здесь поздравление не буду читать, потому что оно длинное, но оно касается всех ветеранов, поэтому Сергей там внутри все проведет. Так, и вот теперь, значит, коротенькое, но чисто уже Союза десантников. Поздравление ветеранам ВДВ. Дорогие боевые друзья, Союз десантников России поздравляет вас с 83-й годовщиной образования воздушных десантных войск. В этот замечательный день примите самые искренние поздравления. Мы благодарим вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм, стойкость и мужество проявлено при выполнении боевых задач по защите Отечества. Желаем вам крепкого десантного здоровья, творческих свершений и исполнения намеченных планов. Счастья, благополучия вам, родным, близким, мирного неба над головой. С уважением, председатель Всероссийского Союза общественных объединений, ветеранов десантных войск, Союз десантников России, герой Советского Союза, генерал-полковник Вастрокин. Председатель Центрального Совета Поповских Павел Яковлевич. Пользуясь случаем, позвольте поздравить всех, кто предан духу десантного братства, гвардейской доблести и чести, верности своему Отечеству с нашим праздником. Пожелаю всем крепкого здоровья, бодрости, духа, счастья и удачи. Да храни вас Бог. Спасибо. Слава ВДВ! Спасибо большое. Ну а теперь, дорогие друзья, у нас остаются считанные минуты, но есть еще несколько знаковых выступлений, считанные минуты до открытия филиала и музея. Зинур Минали в любимой республике парт, ну и безусловно заслуженный наш брат. Зинур Минали в любимой республике парт, ну и безусловно заслуженный наш брат. Испокой, порт, механик, люк открой на стену. Раскалится петель серых от бетонных плит аэродрома. Все нормально, все в порядке, дембель в цинковой парадке. Тома, ну объясните мне, за что я погиб. Я ж оплатил за эту правду сполна. И кем вчера был матчакет Италия. Что ж ты потупилась, родная страна, Когда развалит в моей смерти фреза? Не нам, ведь я же должен буду что-то сказать, Когда прижмет меня мой дед кардинал. Когда развалит в моей смерти фреза На то, что нам ряжать, и то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать, Когда прижмет меня мой дед кардинал. Я вернулся. Здравствуй, мама. Извини, не обнимай. Тише под бельё. Не видно раны. Жаль, кто утро слишком рано в Большом. Обоснуюсь на покость. Приходите чаще в гости, люди. Поднимайте там на месте за двухсотого подвески. Будем! Ну, объясните мне, за что я погиб. Я ж заплатил за эту правду сполна. И тем вчера был под шагет и долет. Что ж ты потупилась, родная страна? Когда развалит в моей смерти фреза. На то, что нам решать. И то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать. Когда прижмёт меня мой дед кардинал. Когда развалит в моей смерти фреза. На то, что нам решать. И то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать. Когда прижмёт меня мой дед кардинал. Ведь я же должен буду что-то сказать. Спасибо, президент. Школа, которая стала поворотным моментом, мы не будем скрывать о взаимоотношениях ветеранов Отечественной войны и ветеранов воин локальных. Думаю, что у нас все получится, все будет прекрасно. Вперед и с песней. Спортивная школа номер один. Давайте встретим, дорогие друзья, юные защитники Отечества. Спасибо вам за вашу службу, за ваши действия. С праздником! У нас открывается музей сейчас. И я всех с удовольствием, я вижу, все не войдут, точно. Наши мамочки, ветераны, в первую очередь идут. Ну, а мужики еще помогут, я понимаю. Итак, приглашаем вас на открытие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Приходите чаще в гости За двухсотова по двести За эту правду сполна Зачем стрелять молоденьких парней Которым за спиной лишь восемнадцать Зачем тревожить души, значит, больно Зачем судьбой своею нам сражаться Афганистан наслел в одну строку И больше не сверпит от боли душу Мы защищали все одну страну Но только боль воспоминанием души Но все прошло, осталось лишь воспоминание И непонятное запой и прокурор Афганцев брошенных волной непонимания От непонятной никому тоски Тоски по взрывам, по командам и по крикам Наполнивших во всех госпиталях Афганистан наслел в одну строку И больше не сверпит от боли душу Мы защищали все одну страну Да только боль воспоминанием души Афганистан наслел в одну строку И больше не сверпит от боли душу Мы защищали все одну страну Да только боль воспоминанием души Субтитры создавал DimaTorzok